Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова я, Валдай, и мы продолжаем проходить замечательную игру под названием GTA V. Ну и, собственно, продолжаем, наверное, в этой серии проходить все это задание, потому что уже, если не ошибаюсь, 54-я серия, по-моему, это записывается у меня сейчас, ну и, собственно, уже игра порядком, ну не сказать, что поднадоела, нет, неправильно, я порядком подустал от нее, скажем так, вот, ну и, собственно, пора бы уже с ней потихоньку бы, потихоньку заканчивать, так что давайте поглядим на карту, что у нас там доступно, какие, собственно, имеются задания на этот раз, для каких персонажей, ну и посмотрим, что мы можем сделать. Так, что это такое у нас? Это у нас чудаки и прочие незнакомцы, а задание у нас имеется для Майкла, по сути по всему. Ну что же, тогда переключаемся на Майкла, поиграем им в этой серии и посмотрим, что у нас там дальше будет интересного по сюжету. В прошлой серии мы спасали Ламара, это было довольно-таки жестко, на самом деле, жестокая миссия, но веселая, хотя, как, в принципе, почти все миссии в этой игре, они реально веселые, пропитанные очень юморными диалогами и очень меня радуют. Так, чем же у нас занимается Майкл? А Майкл у нас, собственно, отдыхает дома. Или подожди-ка. Ну да, это же его дом, да, все верно? Или подожди, нет, ничего не понимаю. Ну да, это его дом. А миссия у него где-то дальше немножко. Получается, ладно, тогда поставим точку, хотя есть, в принципе, прямой ехать. И, по-моему, кто-то... А, мы звоним Дэйву. Хорошо. Хорошо. Ты сделал, хорошо. Я спасу тебя снова, Дэйви. Снова. А что ты будешь делать для меня о том, что Хейнс, остальное ФИБ, ИАА и всем остальным, да? С историей написана по живым, хорошо? Мы можем подпинять большую часть на агент Санчеза. Я понял, что это происходит, и агентство и бюро будут вернуться. Проблема, которую мы должны с этим бороться, это Тревор. Тревор? Почему? Проблема Мерриуэтера, чинские гангстеры, генеральная инсанития и так далее. Я могу спинить Стива, что ты контролируешься, но не Тревор. Стив. Он нашим умерем героем прямо сейчас. Я хочу козлиться к нему, расслабляйся к нему. Просто уходи меня. Папа вернулся, б***ь! Моя любимая белую рубашку. Ну и, собственно, какие-нибудь штанишки бы хотелось бы еще посмотреть. Так, брюхи. Ну, пускай будут повседневные джинсы. Так, ну и, конечно же, мои любимые очки. Нет, только темные очки. Дымчатые авиаторы. О, да. Ну, так гораздо лучше. Ботинки, конечно, мне не очень нравятся. Ну, ладно, фиг ты с ним. Ничего страшного. Ну, что же, говорит Тревор проблема, значит, собственно. Ну, в принципе, понятно. Для ФБР Тревор большая проблема. Так же, как и для всех полицейских в округе Лос-Антос. Да и, в принципе, вообще всего населения планеты Тревор одна большая страшная проблема. Тут уж ничего не поделаешь. Такой вот человек. Возьмем нашу офигенную тачку, которую мы в одной из прошлых серий запранировали. Заполучили. Машинка, конечно, просто супер, по-моему. Офигенская. Ну, и на ней, собственно, и отправимся в путешествие на следующее задание. Надеюсь, что машина не исчезнет и не пропадет. Написали в комментариях, что можно забрать ее на штрафстоянке. Но, собственно, друзья, неужели вы думаете, что я это не знаю? Я это знаю прекрасно, я же забирал уже. Пару раз, по-моему, если я же не ошибаюсь. Да что б тебя подкинуло, сволочь, только выехал. Хорошо, что машина у меня бронированная. Что мы прокачали Лос-Антос Кастерс. Вот, собственно, бронь. Так, мы, как обычно, поставили совсем верно точку. Начало миссии. У нас где-то здесь, получается, оно. Ну, да. Окей. Давайте сразу маркер уберем, чтобы он нам потом не мешал в дальнейшем. Ну и пойдем посмотрим. Купите парадный смокинг в Панса Бис перед тем, как пойти на примеры катастрофы. А, ну да, точно. У нас же примеры фильма намещаются, которые Майкл продюсировал. Так, Джимми, пап, скоро буду в Панса Бис. Тачка есть. Надень покруче костюм. Окей, не вопрос. Давайте посмотрим. Так. Вот там у нас костюмчики, по-моему. Ну что ж, придется немножко поистрациться еще на какой-нибудь шикарный костюм. Так, давайте посмотрим. Но пиджаки меня особо не интересуют. Ну, собственно, угольно-черный, к тому же, у нас он уже купен. Поэтому не будем тратить дополнительные деньги. Этот костюм вполне нормальный. Так, ну и поехали теперь. Подожди-ка. Да, ну да. Отлично. Сохранение. И что теперь? Почему у меня снова точка здесь показана? Не совсем, я понимаю. А, мне здесь надо купить костюм. Ну, пипец. Ну, кстати, очень даже неплохо. Почему-то раньше я этого не замечал. Смокинг. Ну окей, пусть будет смокинг. Десять штук все-таки. Нам нужно было потратить для этой миссии. Ну ладно, будем надеяться, что это того стоило. О, да. Ну, собственно, моя машинка уже пропала. Ладно. Блинвуд бульвард. Ориенский север. Открывай шампанг, Джимбо. Вот она стояла. Эй, эй, где ты идешь с этим? Ууууу, мой дядь – мовик-продукер! Джимми, работай сюда. Что делает мне мовик-продукер. Джимми! Я буду задавать следующие две рессессии, без никогда не работать. Ну, пипец, Джимми. Ну, что ты снялась, что не придется работать? Ну да. Отличная идея, конечно. Да, Джимми, Джимми. Что же ты делаешь? Все шампанское мим пролил. Пипец. Просто пипец. Так, Девин. Джимми, shut up a second. Hey, Девин. Look, I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. Ну, блин, типа, точно. Давай забудем все, типа. Нет ничего подобного. Ну что же, неплохо. Красная коровая дорожка. Просто офигеть. Нормально так лимузин развернул. Все, думаю, сплошное. Решение прав, собственно. Ну что же, минута славы. Ты знаешь, я очень доволен, даже если ты сделал это довольно ужасный фильм. Ну, спасибо, Джимми. Мы девчонки. Они дома. Ты знаешь, они экспрессируют свою доволену, когда появляться очень поздно. Конечно, они. И ты думаешь, наверное, что он не может вести секс-классик в интервью зеленый темно. Да, да, это... Удачи, Антонио. Дай мне мягко и крепко. Хм, это Саламо по бороться. Саламо. Немного большого стауса. Немного красивого цвета. Мы будем видеть обоценку сегодня. Куда. Мы сделали это! Солома! Мы это делаем! Мы это делаем! Мы это делаем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я, может быть, старый мужик, но я мужик с премьер в Ориентал Театре на Бинево-Буллеварке. Я увидел тебя там, миленький. Спасибо. Добавляйте фотографии, всем! М. Ричард. М. Ричард. М. Ричард. Здравствуйте. Я Лазло, из «Фамер Шэм». У меня есть актер на стороне. Я не знаю, что я... О, да, конечно! Вы должны приходить меня, миленький. Я думаю, что у меня есть проект, что будет идеально для тебя! О, это замечательно! Это называется «Клосет». Реально модернная вещь! Ха-ха-ха! Перверт. Давай, давай. Нет, нет, нет! Она ловит, хорошо? Я никогда не делала сферку. Давай, давай. Милтон, Милтон, извините, что ты не беспокоишь. Возвращаясь к тебе. Возвращаясь к тебе. Я люблю, люблю, люблю фильм. Спасибо большое. Я обеспечусь. Когда ты был полярбар и ты ехал твой ребенок, я имею в виду... Хорошо, Господи! Это был эмоциональный стук, и я просто хотел сферку. Это действительно меня впечатляет. Хорошо, я должен идти. Спасибо большое. Извините, извините. Давай. Давай, пойдем туда. Ааа, Лазло! О, черт! Давай, черт, дик! Хе-хе. Помните, как мы сделали ему татуировочку? И пару новых отверстий. Было весело. Эй! Надеюсь, я не слишком поздно. Я не потерял это для мира. Девин, что ты делаешь здесь? Эй, что фильм, а? Мелтдаун. Поздравляю, Майки. Мы сделали это. Эй, давайте получим фотографию, а? Ты, я, молодой продюсер? Такое удовольствие работать с тобой. Видишь? Я был здесь. По-моему, с твоей женой. По-моему, она лежит в доме. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, черт! Ты мертвый человек! Давай, Джим, давай! Подожди! Где мама и Трэйси? Так. Подожди! Девочки могут быть в проблеме в доме. Так. Козел, у тебя целую две минуты на то, чтобы пожертвовать собой ради семьи. Ну что же, кажется, премьера фильма-то не меняется. Черт побери. Да, боже мой. Да, боже мой. Все нормально. Они тяжелые. Это просто... Это просто мобильный человек, да? Он не гангстер или что-то. Нет, он не гангстер. Он просто... ...экстремленно rich. Он говорит, что у него все эти связи. Я уверен, что это просто говорится. Так. Почти приехали. Еще немного. Черт! 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 Что там происходит-то вообще? Ну вот черт, что там происходит-то вообще? Какого черта? Задание не выполнено? Аманда погибла. Ну да, понятно. Окей. Повторим. Пипец, а как-то проходить это задание, если ты входишь только наверх, она сразу... Так. Возможно, вот так. Ну да. Снова не успел. Ладно. Хорошо. Хотя бы чинг-поинт с этого же места не приходится снова ехать. В принципе, двух минут более достаточно, чем чтобы доехать до этого места. Но, тем не менее, лучше отсюда начинать. Так. Ладно. Окей. В комнате Трэйси. В комнате Трэйси. В комнате Трэйси. Так. Окей. Давайте обьем что-нибудь потяжелее. Отлично. Очистите помещение от наемников Мэри Уэлдер. Окей. Не вопрос. Граната? Твою же дивизию. У меня тоже гранатки имеются. Получайте. Ах, твою мать. Что я сделал? Ладно. Тоже неплохо, по-моему. Кого-то он все равно нас запил. Угу. Готов, приятель? Черт, черт, черт. Не понял, с другой стороны что ли? А, да. Вот черт. Так, бегом до аптечки. Добрый день. Ну же. Отлично. И у меня снова полные жизни. Так, нафиг у крыси. Интересно, много ли тут еще осталось? Давайте на перезарядимся. Нет, он еще жив. И теперь явно нет. Угу. Отлично. Так, ну что, все ли нет? Давайте в рукдомо бежим, на всякий случай посмотрим. Мало ли там кто еще остался. Ох, блин, гроза на улице. Ну да, собственно остались. Ну пипец. Ну пипец. Отлично. Хорошо. Так, еще машина едет. Это уже хуже. Ну у нас с вами есть вот такая штучка. Где там она? Так, нет, подожди. Несем то, что я хотел. Не вставай. Отлично. Офигеть, конечно. На что превратили особняку? Только поглядите на это. Весь газон пылает. Ну, кажется, все. Жесть. Так, стоп, нет входа, дам дальше. Не вставай отсюда! Это просто мусор! Тут как-то беспорядок. Ну да. Есть немного. Всего лишь на трупов двадцать. Дырки от пуль кругом. И раскрученные автомобили. Вот черт. Угу. Хммм neuro! Ха-хah, да, جелcc Spotify. Эй-ха, такой же Innovator, да ты? Ах-ха-ха! Зам-ила жми! Тет, ты так как я тогда делал. Ххх, ой, живость. Номер идет су louкостью? Это называется чай hin в пять? Мнеомер describes его да. Вnantsм, подключил喷. Двадцать целBS. Как все будет нормально. И океан, что слово сделано. Какой григоспорт, как человек тебе. Да, это было весело. Ну что же, сойти с катушек выполнили мы на бронзу, потому что немножко по времени не уложились. Да и, собственно, что-то у нас с бойцами первого класса не совсем получилось. Ладно, в принципе, это не важно. Главное, что еще одну миссию мы завершили. Да, ну, конечно, Дэвид молодец. Сорвал бы такие премьеры фильма. Да и, кстати, из автомобиля так деньги он, по-моему, не перевел, насколько я понял. Ну, я не знаю, что говорить, но Перри Виттер не уверен на искусств для тебя, а не за Дэвид и Вестон. Я не смотрю на перспективы, Лестер. Они за мою семью. Да, да, да. Я не знаю, что сказать. Это изменит, где ты стоишь на университете? Да, нет. Мы идем на это прямо сейчас, пока что-то больше. Ну, это умеет. Меня зовут в стрип-чоинт. Я говорю о Франк и Тревор. Федеральное хранилище. Это, по-моему, самая офигенная миссия в игре будет, чувствую я. Так, наша машина, судя по всему, я так понимаю, пропала. Давайте посмотрим на карту. Появился у нас где-то... Да, смотрите, появилась у нас стоянка фискового транспорта, значит, наш автомобиль именно там. Ну, что же, эту тачку терять я не хочу, поэтому давайте возьмем пока что вот эту, которая родная машина Майкла. Любезно с деньговано его сыночком. Ну и, собственно, поехали за нашим автомобилем. Надо было его вернуть сначала, а потом уже на нем отправимся, собственно, в стрип-клуб. Навстречу с Тревором и Франк и Рам. Какая-то, по-моему, очень прикольная музыка играть по радио. Лично мне офигенно нравится. Да, боже ж ты мой. Да, чтоб тебе. Я просто осмотрелся на город, потому что, посмотрите, как красивый город все-таки. Какую прекрасную картинку иногда выдает эта игра. Майкл, ты найдешь их? Кто? Тя, кто отправил их в наш дом. Я работаю на них. Мы в безопасности? Ты говоришь, что мы в безопасности. Он не будет попробовать это снова. Я на top of это, Манда. Верно. Серьезно? Ты уверен? Я позитиваю. Смотрите, я люблю тебя. Я буду обеспечивать это. Не, все-таки, какие же Рокстер молодцы. Какую шикарную игру они создали. Хотя, конечно, смотрим других разработчиков, удивляюсь, куда они вбухали столько денег. Наверное, больше половины ушло на дорогие автомобили, наркотики и, не знаю, какие-нибудь там крутые тачки, а не на создание игры. Но, тем не менее, игра получилась просто шикарной, и об этом говорят продажи этой игры. Так. Какая машина наша? Иси, может быть? Нет, нифига подобного. Окей. Так, а как вторую забрать в таком случае? Черт, а вторая исчезла, неужели? Выпал мне ту машину. О, пипец. Ладно. Видимо, придется ехать на этой. Глупо, конечно, получилось. Ну, окей, ладно. Ничего не поделаешь, собственно. Сейчас по дороге постараемся что-нибудь получше найти. Да. Ехал за крутой спортивной тачкой, а в итоге получил мини-купер. Тоже неплохо. Как много звонков сегодня у Майкла. Трэйс? Папа, ты в порядке? Да, конечно. Почему не? Потому что некоторые люди приедут в наш дом с автоматическими оружиями, может быть? Я делаю с этим, доченька. Ты не нужна в порядке. Моя не важно, когда ты живешь, Папа. Да, логично. Ну, посмотрите. А эта машинка, по-моему, как у Франклана. Стандартная. Ой-ой-ой, что-то в плохом районе я, по-моему, сфоровал. Ох, пацаны, у меня столько людей сфорилось. Давайте-ка поехали отсюда по-быстрому. Ну, мы, собственно, уже на месте, только нам нужно подъехать с другой стороны. Насколько я понимаю. Или где-то как-то вот сюда... А, нет, подождите-ка. Еще подобного, по-моему, нам нужно будет... А сюда, по-моему, короче, не войдешь. По-моему, нужно войти с парадного входа, как мы это уже делали, а потом пройти через половину стрип-клуба. Попробуем, конечно, в эту дверь войти, но, по-моему, нас сюда просто не пустят. Ну да, так оно и есть. Окей, ладно, бывает. Тесно, как получилось, что машина уже стекло разбито. Черт его знает. Добрый день. Мой мальчик Майк, говорит. Рад тебя видеть. Ну, не могу сказать, того же, в принципе, но хотя... Хотя, ладно, тоже рад тебя видеть. Тебя тоже, приятель. Вообще, рад побывать снова в этом месте. Так, немного не помню, куда можно идти, честно говоря. Нет, по-моему, не сюда, по-моему, в эту дверь получается, что ли. Точно. Вот сюда. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Но потом, опять же, что вы ожидаете? Окей, опция 1. Мы выжимаем их армородные машины. Мы выжимаем их крючок, и затем мы выжимаем их депозитой. Теперь, когда вы везде, и вы получаете уровень, мы выжимаем в команду модных машин. Вы выжимаете, вы выжимаете. Мы требуем выжимаем их транспортировку, и манипулировать их, чтобы помогать нашу эскапию. Но опция 2. Мы выжимаем дистракцию, и выжимаем их думать, что мы... Дум. Ну, мы никогда не были проблемы с людьми о том, что мы. Другие парни будут выжимать, выжимаем, что они могут. Ты будет выжимать. Всегда выжимаем. Знаешь, для кого-то, кто всегда подходит на своих друзей, чтобы выжимать, он, по-другому, не имеет никакого смысла о себе. Окей, окей, давайте... мне показать вам борт. Чтобы выжимать, вот наши опцияхи. Мы пытаемся сделать их дать нам gold, или мы выжимаем большую структуру в стороне банка, и мы выжимаем его. Если вы выжимаете большую структуру, то есть выжимать большую структуру, а тоннел-бор машина. Я собираюсь найти, но вы должны выжимать и выжимать его на банке. Они строят новую часть метро-непро-непро-непро, поэтому это выжимаете. Мы нужны шоперы для гето-вы, и у нас есть один мы можем использовать, а другой мы можем купить. У нас есть один, и у нас есть один, и у нас есть один, и быстрый, и быстрый, и модифиций-то как можно для увеличения вашей шансы от отчетки. Это должно быть в парке-паркного на улице, и у нас будет много холода, поэтому подумайте о том. Я забыла что-то. О, это все! Мы нужны тренинг, чтобы выжимать голодом и вывести его в магазин. Вы должны купить его. Однажды, я отправлю вам все детали. Ах, ну офигеть! У нас есть более, область. Выжимать армор-карты и так далее. Вы должны купить несколько полицейских пилитов. Только пилоты в таком случае они именем, так что это у нас есть. Что еще? Ага, вы должны помочь и модель машины от отчетки. Вы должны вызвать нормальную высоту, а в однии миллионы, да? В целом, и это можно сделать систему в кемпыли на куле. Ху-ху! Ну что ж, дорогие друзья, и снова нелегкий выбор. У нас, нам только что, собственно, озвучили оба плана, и они оба чертовски интересные. Бурильная машина, полицейские ежи, блин, что же выбрать-то? Тонко? Или очевидно? О, пипец. Так. Давайте попробуем сделать тонко, все красиво. Два стрелка, два водилы и хакер, нифига себе. Так, ну хорошо. Убираем стрелков. Густаво у нас, по-моему, самый крутой. Так, хорошо. Второй стрелок. Давайте смотреть. 8, 7, 7, 6. Чего-то как-то не очень. Вот этот парень. По-моему, получше. Его, собственно, возьмем. Будем брать, как обычно, самых лучших. Так, хорошо. А теперь второй смотрим. Блин, тут у нас, конечно, выбор не особо хороший. Вождение, самобладание. Но это, кстати, вождение, самобладание получше. Давайте возьмем все-таки ее. Несмотря на то, что у нее 5%, как видим, ее навыки гораздо лучше. Хотя, конечно, она перевернула машину. Но помните, та самая тетка, которую мы случайно встретили на дороге. Ну, возьмем все-таки ее. Ну, тут, по-моему, все понятно и очевидно. Естественно, Пейдж. Да, в принципе, нет, все нормально. Меня все устраивает. and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work. As long as we're ready to move now. Come on. I'll take you to the equipment. Fucking asshole. Alright, let's go. так ладно нас с вами дорогие друзья ожидают по моему самое крупное дело в истории gta ограбление федерального хранилища черт возьми 4 тонны и золото этот парень что ли ну да нормально устроился 4000 килограмм золота в золотых слитках это же просто офигеть так что нам там пишет лестер давайте посмотрим на стоянке полицейского участка южном лос-сантосе приваркован полицейский фургон с ежами хакер разыскивает маску кары гаунт лет для прокачки скоро напишет ну что ж здорово мы в таком случае отправляемся получается за полицейским фургоном направляемся мы дорогие друзья уже следующей серии которую надеюсь не доставит себя долго ждать я надеюсь что вам понравилось не забывайте подписываться что там происходит наставлять свои комментарии ну и конечно же ставить большие пальчики вверх так учесть в этом ограблении требуется гаунт лет проверить электронную почту чтобы узнать их местонахождение но почту проверим следующей серии спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока а